Привет! В моем портфеле есть акции российских эмитентов, которые учитываются в иностранных депозитариях. Так, может быть, если я покупал их у иностранного брокера. И сегодня я буду разбираться, как по ним выплачиваются дивиденды. Сразу важно запомнить, если в цепочке учета прав на мои акции иностранного депозитария нет, для меня ничего не меняется. Выплаты дохода я буду получать, как и прежде. А если в цепочке учета есть иностранный номинальный держатель или ИНД? В этом случае мне нужно будет подавать подтверждающие документы, либо в НРД, либо в другой российский депозитарий. Зависит от того, где у моего ИНД открыт счет депо для учета акции, по которым назначены дивиденды. Сегодня говорим о том, как устроен процесс, если у ИНД открыт счет депо в НРД. Итак, после того, как компания принимает решение о выплате дивидендов и перечисляет средства для выплаты в НРД, НРД будет направлять в иностранные депозитарии запросы с требованием раскрыть информацию о держателях акций, по которым выплачиваются дивиденды. ИНД должен будет ответить в течение 70 календарных дней. Если иностранный депозитарий отвечает на запрос НРД в течение 70 дней, мне нужно будет подать в НРД только документы для расчета и удержания налога. Важно, подать документы нужно до истечения того же 70-дневного срока. После проверки документов НРД выплатит мне деньги в течение трех рабочих дней со дня истечения 70-дневного срока. При этом выплаты придут на те реквизиты, которые укажет иностранный депозитарий, когда будет отвечать НРД. А если иностранный депозитарий на запрос НРД не ответил или ответил позже 70-дневного срока, тогда мне нужно будет подать в НРД полный комплект документов для подтверждения владения ценными бумагами. Сделать это нужно будет в течение 10 рабочих дней после истечения срока на раскрытие и срока на выплату. После проверки документов деньги мне выплатят в течение пяти рабочих дней на те реквизиты, которые я сам указывал при подаче документов. Разобраться в том, какие именно документы в обоих случаях мне подавать, мне поможет специальная страница на сайте НРД. Здесь есть вся актуальная информация по выплатам дивидендов и специальная форма заявки. После того, как я заполню и отправлю форму, указав ценные бумаги, по которым выплачиваются дивиденды, мне на почту придет список документов, которые нужны именно от меня. А если у моего иностранного депозитария счет депо открыт не в НРД, а в другом российском депозитарии, мне нужно обращаться в этот депозитарий. Именно он будет осуществлять выплаты, поэтому все документы нужно предоставлять ему. Напомним, что узнать, где учитываются бумаги, можно у своего брокера или депозитария.